Войска РФ выпустили за сутки 14 крылатых ракет по Одесской и Николаевской областям, ОКЮГ, по Одессе и области в течение минувших суток 7 мая российские войска нанесли 10 ударов крылатыми ракетами, а по Николаевской области 4. В результате атак были повреждены объекты инфраструктуры, жилые и хозяйственные здания. Об этом передает РБК Украина, ссылаясь на ночную сводку оперативного командования ЮГ. Одессина сегодня атакована 10 крылатыми ракетами, 4 в области, 6 по самой Одессе. Есть попадание в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками изуродованы многоэтажные дома рядом, говорится в сообщении. Кроме того, два ракеты снова ударили по ранее разрушенной взлетно-посадочной полосе и нанесли новые повреждения привода управления полетами Одесского аэропорта. В результате этих атак пострадавших к счастью нет. Российскими войсками в течение суток было выпущено по Николаевской области 4 крылатых ракеты. Трижды был атакован реактивными системами залпового огня Смерч Николаев и Пригород. Покрывая огнем объекты инфраструктуры, враг разрушает и жилые дома, и малый бизнес. И культурное наследие и самое ценное человеческие жизни. К сожалению, есть пострадавшие, рассказали в Окей-Юг. Ранее сообщалось, что этой ночью были слышны взрывы в Одессе, а также в Николаеве. Позже стало известно, что над Николаевской областью наши военные сбили вражескую крылатую ракету, которая была запущена рашистами из стратегического бомбардировщика. Добавим, что президент Владимир Зеленский высказался об новом ракетном ударе оккупантов по Одессе и подчеркнул, что такие атаки могут совершать только варвары. Также мы писали, что в течение 7 мая ВСУ сбили 14 воздушных целей врага, уничтожив один вертолет, 11 беспилотников и два крылатые ракеты, генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.